Давайте начнем со первого спикера Константин Кулакцис, проект-разработчик компании «Донбасс». Костя, давай. Алло, раз, два, три. О, нормас. Если меня будет слышно плохо, будет слышно больше, как я дышу, то вы мне показываете, да? Тут достаточно чувствительный микрофон. Всем привет. Как сказал Вадим, я фронтенд-разработчик, и это не стыдно. Сегодня я вам немножко расскажу, что такое фронтенд, что он в себя включает, что в нем есть, с чем его едят, а вы для себя сможете понять, надо оно вам или нет. Хотите ли вы докатиться до жизни такой. Так, сюда, сюда, вот. Это у нас формальное определение, что такое фронтенд из Википедии, как ни странно, которое что-то дает понять тому, кто уже знает, что такое фронтенд, и не очень дает понять тому, кто не знает, что такое фронтенд, потому что любое формальное определение, оно формальное, и часто чересчур. По-простому, что такое фронтенд? Это все то, что вы видите в экране смартфона, в экране ноутбука, в экране монитора любого и так далее. Сам по себе термин фронтенд, он, как правило, используется применительно именно к веб-разработке. Ну, так сложилось исторически. Но если мы говорим про любую так называемую клиентскую часть, будь то мобильное приложение, либо обычное привычное десктопное приложение, которое мы ставим к себе на устройство, на компьютер, ноутбук и так далее, то можно сказать, что это тоже фронтенд, потому что через вот этот интерфейс клиент взаимодействует с нашим приложением, с нашим сервисом и так далее. То есть все, что на экране, это фронтенд. Но сам термин используется применительно чаще к веб-разработке. Из чего он состоит? Он состоит из трех основных технологий, поверх которых строится вообще в принципе все. Это HTML, CSS и JavaScript. HTML – это язык разметки. Не путать ни язык программирования, язык разметки. Это что-то сродни верстки газет и журналов, либо книг, но не совсем, так как там эта верстка раньше производилась руками, сейчас производится в специальном софте, а с помощью HTML мы буквально описываем нашу страничку. С помощью CSS мы задаем стили, то есть с помощью HTML мы задаем структуру, с помощью CSS мы задаем стили, то есть то, как наша картинка будет выглядеть в браузере. И с помощью JavaScript мы добавляем динамики. Типа того. Очень хорошая гифка, четко, наглядно иллюстрирующая, какая технология за какую часть работы отвечает. Как показано, опять же, с помощью HTML задали структуру, с помощью CSS задали стили и с помощью JavaScript сделали так, чтобы робот круто танцевал. Что делает фронтенд-разработчик в принципе? Работа фронтенд-разработчика может быть разделена на две составляющие, либо на два этапа, либо это вообще могут быть два разных фронтенд-разработчика. Первое – это верстка. Для верстки используется HTML и CSS. Второе – это написание клиентской логики на JavaScript, то есть непосредственно программирование. Опять же, еще раз, не путайте, вот это не программирование. Это верстка, это разработка интерфейса, создание наших шаблонов и так далее. Вот это именно программирование. Просто у разработчиков часто есть шутка на тему HTML, типа на чем пишешь, а как правило вопрос на чем пишешь, это подразумевает на чем ты программируешь. Да, ну и ответ HTML очень сильно всех веселит. Почему фронтенд так популярен и почему он сейчас, ну, если вы интересуетесь темой, либо находитесь где-то около, то про фронтенд говорят сейчас из каждого утюга. Почему так? В частности, вот поэтому. Ну, только это не то SPA, про которое могли подумать, в частности, девушки, да, просто они чаще посещают подобные заведения, назовем это так. Не то SPA. Вот такое SPA. Single Page Application, то есть одностраничное приложение. В чем особенность? Gmail все пользуются? Ну, так или иначе. Либо там Google Doc'ами, либо еще каким-то сервисом от Google. Ну, как минимум в Facebook, либо в Instagram точно все есть. Вот что такое Single Page. То есть это приложение, которое работает максимально похожим образом на привычное приложение в обычном понимании этого смысла. То есть то, которое мы скачали и установили. Ну, либо в наше время просто зашли в соответствующее тоже приложение, ткнули кнопку установить, и оно установилось. В чем особенность? Раньше у нас веб работал немножко иначе. Если вы заходили, опять же, на Википедию, либо на сайт а-ля Кинопоиск, либо АМДБ, вы замечали, что вы попадаете на главную, вводите что-то в поиске, вам показывается какой-то список, вы нажимаете еще на одну ссылку, и у вас вся эта страница перезагружается. В случае с Single Page у нас этого не происходит. У нас страница один раз загрузилась, и всю дорогу мы работаем в рамках этой одной странички. Именно вот всей перезагрузки страницы у нас не происходит. Но опять же, например, как в Gmail, либо в Google Doc. Вы если туда зашли, то у вас все не перезагружается. У вас появляются какие-то отдельные куски интерфейса, что-то происходит в самом приложении, но именно заново страница не грузится. Это и называется Single Page. Почему он так популярен? Потому что появился в свое время Gmail, в году 2006, если я не ошибаюсь, и Google с помощью этого своего сервиса показал, что, чуваки, смотрите, можно делать вот так вот, это круто, и оно работает. Все так почесали репу и подумали, это круто, и оно работает. Почему так? Потому что на этапе своего становления с фронт-энд технологиями, в частности с JavaScript, как с языком программирования, картинка выглядела следующим образом. Его в среде разработки воспринимали как гадкого утенка. То есть он как бы есть, но как бы за нормальный язык программирования его никто не считал. Для этого были определенные исторические причины, но фишка в том, что в сам язык изначально была заложена неплохая база. И так получилось, что в итоге он нехило так раскачался и показал всем, как надо, как говорится. В частности, одна из причин его популярности достаточно простая, это единственный язык программирования, который работает в браузере. А у нас сейчас практически все в вебе, соответственно, как мы будем писать клиент, ответ очевиден на JavaScript. Ну и имеется в виду клиентскую часть. Вот. Поэтому фронтенд сейчас настолько популярен, в частности, поэтому про него столько говорят. Опять же, я повторюсь, если вы как-то в этой среде крутитесь либо ваши друзья, либо друзья ваших друзей, ну и так далее. То есть вы услышите отголоски этого. Вот. И в частности он настолько в итоге развился, что сейчас с помощью фронтенд технологий, вот этих, вот этих трех, мы можем разрабатывать не только веб-приложения, то есть то, что у нас работает в браузере, мы можем разрабатывать мобильные приложения, мы можем разрабатывать десктопные приложения, опять же, то, что мы ставим на компьютер себе, и мы можем даже вплоть до того, что запрограммировать чайник, если чайник умеет понимать JavaScript. И туда. То есть так называемый IoT, Internet of Things, да, то есть интернет вещей, там мы тоже можем разгуляться на JavaScript. Ну, собственно, да, вот пример одностраничного приложения. Слева у нас одностраничная, которая один раз загрузилась и больше не грузится справа, классическая многостраничная. То есть каждый новый раздел сайта, это новая страничка, которая вся загрузится там и произойдет все, что должно произойти. Примеры, еще раз. Facebook, Instagram, Gmail. Практически любой современный новый стартап либо сервис начинает разрабатываться по принципу одностраничного приложения. Соответственно, весь фронтенд там участвует. Не все, но многие. И мы подходим плавно к теме экосистемы вообще современной фронтенд-разработки, потому что на чистых технологиях это все разрабатывалось бы достаточно долго и нудно, и не очень интересно. Ни для разработчиков, ни для клиентов. Для разработчиков, потому что пришлось бы пилить кучу своих костылей и велосипедов, а для клиентов, потому что у них бы закончили деньги быстрее, чем они увидели хоть какой-то результат. Опять же, сегодня я себе ставлю за цель просто вам показать вообще все, что происходит во фронтенде, чтобы вы могли, в принципе, задуматься, надо ли оно вам. Или задать вопросы. Три наиболее популярных, известных фреймворка Angular, React и Vue. Ну, как бы они есть, и это хорошо. Что такое фреймворк в двух словах? У нас есть сама по себе технология, например, JavaScript. И у нас есть библиотеки и фреймворки. Грубо говоря, библиотека – это молоток, который может быть разной степени хорошести. То есть есть хороший молоток, есть плохой молоток, есть автоматические молотоки и так далее. То есть это инструмент, который умеет что-то одно, но хорошо, либо хотя бы сносно. И есть фреймворк. Фреймворк – это как чемодан с инструментами, в котором есть куча всего для различных целей и задач в определенной сфере. Ну, например, мы захотели сделать себе доморемонт сами. Непонятно почему. Мы купили ящики с инструментами и погнали. Либо захотели батюну там жигули разобрать. Нам тоже понадобится инструмент, с помощью которого мы будем это делать. Это фреймворки. Они хороши тем, что покрывают большой спектр задач. Они неудобны могут быть тем, что они нас так или иначе загоняют в определенные рамки. Но фишка в том, что без фреймворков мы сейчас ничего не сделаем. Поэтому мы просто выбираем фреймворк и начинаем с ним работать. И в большей степени фреймворк – это хорошо, чем может быть плохо. Плохо, в принципе, оно может быть крайне редко. TypeScript. Это такая штука, которая называется синтаксический сахар. Что такое синтаксический сахар? Это надстройка над основной технологией. Только если фреймворк и библиотека – это прям набор каких-то инструментов, то это как бы синтаксис, то есть язык, как мы пишем, который похож на JavaScript, но немножко отличается. Он там привносит ряд вещей, мы сейчас на них останавливаться не будем. Но он тоже существует. Он часто входит в так называемый стэк. Стэк – это набор технологий, с которыми будет работать разработчик, либо с которыми разработчик умеет работать. Он туда тоже входит. Как это ни странно, разработан он компанией Microsoft. И это тот случай, когда они выступили корпорацией добра, а не зла. Вот его логотип. Может быть где-то увидите. Системы сборки. Как я сказал, JavaScript у нас нехило так разросся, и в принципе фронтенд. И теперь у нас есть… Так, ладно, в этом мы зарываться не будем. В общем, это тоже инструменты, которые упрощают, ускоряют процесс разработки, но, как и любой инструмент, его нужно освоить. Хоть в какой-то степени, чтобы вы могли с ним работать. И во фронтенд разработке это в наше время тоже как бы навык, так сказать, must-have. То есть вы должны знать хоть в какой-то степени, хоть какой-то инструмент. Но, как правило, используется вот это чаще всего. В основном. Это веб-пак. Немножко про сам JavaScript, про его развитие. Почему здесь есть вот это уточнение. Это версия спецификации языка. То есть любая технология у нас развивается, растет, и в любой технологии появляется что-то новое. JavaScript не исключение. И у нас периодически выходят какие-то новые версии, обновления и так далее. Но фишка в том, что с вебом так получилось, со всеми тремя технологиями, мы рассмотрим на примере JavaScript, что до определенного момента оно развивалось как-то, потом в определенный момент оно очень долго, можно сказать, не развивалось, понакручивали кучу своих костылей и велосипедов, потому что надо было как-то работать. И спустя 10 лет, 15, вышла новая версия. И так получилось за счет того, что перерыв был такой большой, то нововведений было столько много, что пришлось как бы часть вещей доучивать, часть вещей, ну, переучивать это немножко некорректно сказано, но доучивать достаточно большой объем информации, инструментов и так далее. Именно поэтому, когда вы будете смотреть вакансии, просматривать вакансии по фронтенду, вы увидите формулировку возможную вот такую. Есть 5, есть 6. Это как раз-таки рубикон, так сказать, когда у нас вышло огромное обновление и привнесло много всего нового, поэтому разработчику, когда спрашивают, ну, там, ты на джаваскрипте умеешь? Умею. А что ты умеешь? Он обычно говорит, либо она, что есть 5, есть 6. Это значит, что вы знаете язык в целом, и вы знаете вот то большое новое, то, что появилось. Потому что вот того большого нового современная разработка себе, ну, мало представима. Поэтому надо знать. Ну, хорошая новость в том, что на курсах вам это все объяснят. И старое, и новое. А плохая новость в том, что это надо знать. И все, как бы. Недостаточно знать только вот это, либо только вот это. Если вы хотите стать хорошим, нормальным, ну, либо хотя бы более-менее вменяемым разработчиком. Ну, вот так их обозначают иногда. Типа темная светлая сторона, да? CSS при процессоре. Мы поговорили про CSS, что он в принципе есть. А есть еще такая штука, как CSS при процессоре. Они на этом слайде, потому что это, опять же, один из инструментов, которые фронтенд-разработчик так или иначе должен знать, уметь и все такое. У нас есть сам по себе CSS, а CSS при процессоре, это, грубо говоря, CSS на максималках. То есть в один прекрасный момент разработчики, особенно которые не сильно умели в верстку, больше занимались бэкэнд-разработкой, то есть писали серверную логику, но им приходилось писать что-то на HTML и CSS и как-то там влазить в интерфейсы. Они подумали, блин, а почему у нас в CSS нету всяких таких классных штук, к которым мы привыкли, а-ля переменные, циклы, условные конструкции и все такое. То есть то, что есть в языках программирования. А давайте сделаем, а давайте. Ну, взяли и сделали. Вот этот вот был первый. То есть эта штука, которая тоже немножко отличается по синтексису от чистого CSS. Мы пишем, 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 потом нажимаем кнопку сохранить и наш вот этот файл превращает в обычный CSS, который понимает браузер, потому что браузер ничего кроме CSS для стилей не воспринимает. Ему это вообще глубоко по барабану. И это тоже отдельный скилл, отдельный инструмент. Осваивается он в принципе достаточно быстро, если вы уже знаете CSS. А если вы CSS не знаете, то будет странно выглядеть, если вы начали учить вот это, не зная CSS. То есть если вы развиваетесь в фронт-энд разработки, то вам по-любому нужно сначала освоить три базовых технологии. Это HTML, CSS, JavaScript. И только потом двигаться дальше. Если вы этого не сделаете, то это будет, это возможно сработает в какой-то степени, но вы очень быстро почувствуете нехватку вот этих базовых знаний в этих основных технологиях, потому что вся вот эта периферия, она построена на дом. Если мы не знаем базис, то мы по-любому будем спотыкаться во всех инструментах, с которыми мы будем работать дальше. То есть если, я не знаю, к примеру, вы там никогда не закручивали болты, гайки руками, то использовать какой-то автоматический инструмент, вы сможете, но как только что-то пойдет не так, то вы сразу убежите плакать в подушку. Ну просто потому что будет стремно и не будете знать, что делать. С большой вероятностью. Вот. То, о чем я говорил. То есть фронт-энд у нас сейчас настолько всеобъемлющие, что мы можем разрабатывать не только веб-приложения, но мы можем разрабатывать еще и Desktop, Mobile и даже Backend. У нас в общем, в принципе, вся наша разработка делится, грубо говоря, на две части. Фронт-энд и Backend. Фронт-энд – это, я сказал, то, что мы видим перед собой. Бэк-энд – это то, что где-то там работает с данными, обрабатывает их и так далее и тому подобное. Вообще изначально JavaScript – это технология фронт-энда, но так сложилось и получилось, что теперь это технология не только фронт-энда, но, к примеру, и бэк-энда. То есть вы, зная JavaScript, сможете рано или поздно, если вам это не надоест, стать так называемым фулл-стэк-разработчиком. То есть это разработчик, который умеет разработать и фронт-энд, и бэк-энд. Это вообще отдельная история для разговора про фулл-стэков, но теоретически это возможно. Тут просто буду сейчас набросаны логотипы технологий, они вам ничего не скажут, но я расскажу, что это такое. Это электрон, это штука, фреймворк, который позволяет разрабатывать, используя фронт-энд технологии, HTML, CSS, JavaScript, десктопные приложения. Например, кто-то пользовался Slack, а Skype, ну, если вы не узнали, то неважно, вы не пользовались. Skype, Skype все пользовались. Они в один прекрасный момент переписали Skype на электроне. Хорошо это или плохо, это отдельный разговор, но фишка в том, что современный Skype написан на электроне, то есть на фронт-энд технологиях, и, соответственно, он выглядит одинаково. Почему соответственно? Потому что вот эти инструменты, они нам позволяют разрабатывать так называемые кросс-платформенные приложения. Это означает, что мы пишем одно приложение, а оно работает на разных платформах, например, на Windows, на Linux и на MacOS. В обычной ситуации нам нужно три разработчика, чтобы написать под каждую систему. В этой ситуации мы пишем одно, оно работает везде. Как оно работает, насколько хорошо, это уже другой вопрос. Но сам факт, оно работает, такая возможность есть. Вот Skype сейчас написан на электроне, поэтому он везде выглядит одинаково, что важно, потому что раньше на Linux он постоянно выглядел как-то, скажем так, не очень, и вечности были проблемы в плане работы. Сейчас оно работает одинаково плохо везде, и выглядит оно одинаково тоже везде. Значит, плохо хорошо, это уже вопрос как бы субъективный. Для мобилы побольше, для десктопа это не единственный, но просто это наиболее распространенный. Для мобайла тут зоопарк немножко побольше. Есть React Native, Native Script, Ionic, Adobe PhoneGap. Вот этот, как следует из названия, использует React. То есть, если вы знаете фреймворк React, то вы сможете быстренько переключиться на вот эту штуку. Если вы знаете фреймворк Angular, то вы сможете быстро переключиться на эту штуку, потому что он использует Angular. Но, опять же, если вы знаете JavaScript, то вы относительно быстро сможете освоить любой из этих инструментов. Если вы JavaScript не знаете, а по какой-то причине сразу начали работать с React, то вам сложно будет переключиться на что-либо в принципе. Поэтому JavaScript. Я своим студентам говорю так, в любой непонятной ситуации учите JavaScript. То есть, вы не знаете, за что взяться, не знаете, чем заняться, учите JavaScript, потому что много JavaScript не бывает, если вы уже этим занялись. И, зная, опять же, базовую технологию, вы потом сможете достаточно быстро освоить любую другую технологию, которая построена поверх нее. Если вы не знаете, то, соответственно, вы умеете только вот в эту штуку, а все остальное вы не умеете. Node.js – это инструмент, позволяющий нам работать с JavaScript на бэкэнде, то есть писать серверную часть. Если грубо и просто, то в браузере есть две составляющие. Это движок, который обрабатывают наши HTML, CSS и JavaScript. Нас сейчас интересует именно JavaScript. И есть так называемая голова, то есть это тот интерфейс, который мы видим. Вот Node.js – это голову убрали, взяли движок, запихнули на сервер, и теперь оно работает и там. ПВА – это относительно, ну, скажем так, она не такая уж свежая сама по себе, но в плане того, что ее уже сейчас можно использовать, это Progressive Web Apps. Это когда наш сайт уже во всех смыслах ведет себя максимально близко к настоящему приложению. А Google Translate там все пользуются? Можете попробовать зайти на него с мобильного устройства, своего смартфона. Я не уверен, как это будет выглядеть на iOS, на Android точно оно будет выглядеть так. Только зайдите не из поиска, а прямо на страницу, да, то есть translate.glo.com. У нас сам сайт отдельный переводчика. В меню выберите пункт «Добавить на главный экран». У вас появится иконка, похожая на иконку приложения, обычно стандартного. Только там еще будет маленькая иконка в углу самого Google Chrome. И если вы откроете теперь его, то он у вас будет выглядеть именно как приложение. Там не будет строки адресные, там не будет интерфейса браузера. Это будет выглядеть максимально похоже на мобильное приложение. Вот что такое прогрессив в App. То есть это штука, которая умеет работать без интернета и которая максимально похожа на настоящее мобильное приложение. А я думаю, что в будущем она еще очень неплохо выстрелит. То есть это вещь, которую нам даже устанавливать не надо. Если кроссплатформенное приложение нам все равно придется установить, ну как обычное родное, то вот эту штуку мы зашли на сайт, добавили иконку на главный экран, выключили интернет и оно работает. Google Translate работать не будет, так как это не оффлайновый переводчик. Но в теории такое возможно. И что у нас в принципе входит в задачи фронтенда? У нас в задачи фронтенда входит сверстка макетов по дизайну, то есть есть дизайнер специально обученный, который предоставляет нам макет. Утвержденный, нарисованный, все классно. Но до тех пор, пока мы его не сверстаем, это просто картинка. Она может быть безумно прекрасной, но работать с ней мы не можем, ну как пользователь. Надо его сверстать. Сверстали, это как робот, который уже есть, и он выглядит неплохо, но он еще не танцует. Дальше, следующий этап, разработка интерфейсов. Часть анимации и всяких красивостей мы тоже делаем на CSS. И написание бизнес-логики. Это уже танцы робота. Только танцы робота, это просто танцы робота, а мы пишем то, что нас просит написать клиент, либо то, что мы сами себе придумали. Потом, взаимодействие с бэкэндом по API, работа с другими API. API это, если грубо говоря, просто интерфейс, с помощью которого мы можем получать какие-то данные откуда-то. Будь то наш бэкэнд, либо чужой бэкэнд. Максимально простой пример, это, наверное, если вы хотите, вам по какой-то причине нужна справка о том, что вы не стоите на учете в психодиспансере, у вас есть возможность эту справку, в принципе, получить. То есть вы можете прийти, либо, возможно, сейчас в онлайне, я не знаю, подать заявку, вам дадут какую-то справку, либо еще что-то о том, что вы там не числитесь, ну, либо числитесь уже, как получится. То есть можно, вот эту возможность, сам факт получить справки, можно назвать API. Если бы API не было у психодиспансера, мы бы не могли подтвердить, то, что мы там стоим на учете, либо не стоим. Это если так грубо очень объяснить. Ну и что не входит в задачи фронтенд-разработчика? Непосредственно разработка дизайна, придумывание интерфейса, иметь в виду, как это вообще, в принципе, будет работать. Поиграть со шрифтами, если кто есть из дизайнеров, те поймут. Писать бэкэнд, хотя мы сказали, что мы можем, но для этого вы должны уметь писать бэкэнд, и, что более важно, хотеть писать бэкэнд. То есть по умолчанию, если вы знаете JavaScript, это не подразумевает то, что вас заставят, там, либо принудят писать бэкэнд, да, как бы грубо это ни звучало. Сочинять юзерфлоу. Юзерфлоу – это вот как раз-таки процесс, как пользователь с нашим приложением взаимодействует. Оно есть в любой разработке, то есть прописанная история. Вот я зашел, я вижу формулу ВИДОН, ввел свой e-mail, пароль, зашел, вижу следующую страницу, там я что-то нажал, вижу следующую, ну и так далее. И делать не фронтенд. Ну, любой. Опять же, тестировать, хотя тесты мы тоже можем писать, как я уже сказал, заниматься дизайном, там, готовить кому-то кофе, ну и так далее. То есть это все в задачи фронтенда не входит. Ну и вопросики? Какие должны быть изначальные знания, чтобы прийти сюда? Смотрите, если мы говорим про конкретно фронтенд, у нас, ну, в смысле, в Гилеле, да, есть два курса, фронтенд бэйзик и фронтенд про. На фронтенд бэйзик учат HTML и CSS, потому что это прям совсем база фронтенда. На фронтенд про учат JavaScript. Но даже если вы решите, допустим, самостоятельно, либо в другом месте учить, все равно, опять же, рекомендованный путь, HTML, CSS, потом JavaScript. Какие нужны базовые знания, чтобы начать изучать HTML и CSS? Нужно уметь хотя бы включить компьютер и там пару тыков мышкой сделать. В принципе, этого достаточно, чтобы начать. Просто, смотрите, чем больше вы владеете вот этой техникой и умеете всякое делать, тем просто вам будет в процессе там легче и быстрее. Но если вы умеете хотя бы включать, то вы уже можете попробовать. Из этого достаточно. Это нормальный вопрос, даже правильно я бы сказал. Java и JavaScript это вообще абсолютно разные технологии, абсолютно разные языки. Просто на момент, когда появился JavaScript, тогда очень сильно была популярна Java и это тупо маркетинговый ход. Типа, а мы назовемся JavaScript. Типа, окей. Я, честно говоря, Инстаграмом не пользуюсь, не знаю, как это выглядит, но сам факт появления чего-то всплывающего это JavaScript. То есть, оно само по себе сделано на HTML и CSS, а вот именно момент, когда оно появляется, закрывается и вот это все, это уже JavaScript. Следующий вопрос. Смотрите, вы упоминали библиотеки и фреймворки. Да. Такой фреймворк, как Angular. Возник такой вопрос. Смотрите, при разработке веб-приложения, то есть, облачного решения вопроса, почему используют так часто Angular? Это вопрос личного предпочтения фронт-энд-девелопера или определяется какой-то потребностью в текущей? Вопрос хороший, он слегка, ну, узкоспециализированный, но я все равно отвечу. А в общем случае, как-то совсем громко стало, В общем случае, вообще, в принципе, по-хорошему, в идеальном мире выбор технологии должен решаться, скажем так, условно, главным разработчиком либо так называемым архитектором, либо хотя бы тим лидом, да, это тот, кто как бы стоит, ну, в нашем случае, он не над командой, да, но он типа самый главный. То есть, если что, он принимает какое-то ответственное решение, но и он же за него и отвечает, либо она, ну, короче, тим лид, либо архитектор. Но, есть ряд ситуаций, в которых обусловлено самим по себе бизнесом, то есть то, что мы разрабатываем, почему мы выбираем ту или иную технологию. Если очень грубо обобщить и обозначить, то Angular выбирается тогда, когда у нас разрабатывается приложение так называемого Enterprise типа. Enterprise это, грубо говоря, чтобы опять же понять, в общем, когда у нас только фронтендов может быть 5, 10, 15 человек. То есть, это не вся команда 5 человек, да, а это 15 фронтендов. И для того, чтобы у них это, в принципе, получилось, ничего не сломалось, они друг другу не вставляли палки в колеса, нам нужно решение, которое дает нам максимально универсальные ответы на вопросы, которые у нас возникают и в этом же случае нас как-то ограничивают, но в данном случае это хорошее ограничение, потому что не будет отсебятины. И вот, ну, вот такие проекты, они выбирают часто Angular, потому что он так устроен, ну, он так разработан, он так устроен, он для этого предназначен. Если нам нужно очень быстро и, ну, и быстро нарисовать большой объем данных, это React. А если нам нужно, в принципе, быстро разработать свое приложение, то есть мы стартап, нам нужно хоть что-нибудь показать, чтобы нам дали больше денег, либо, в принципе, дали денег, то для этого могут выбрать Vue, потому что у Vue он самый молодой из этих трех, у него наиболее низкий порог входа и на нем больше начинается новых проектов, ну, по всем перечисленным причинам и в частности просто, ну, так получается. Вот, если я ответил, хорошо. Вы упоминали, что в граузерах из языка порог программирования работает только JavaScript. Почему нельзя в будущих обновлениях в граузерах добавить поддержку короткий ответ, потому что. Да, а сложный ответ, ну, потому что они так написаны, нам тогда придется вообще просто переписать весь браузер, именно движок и все остальное. А это, мягко говоря, никому не интересно, а не, мягко говоря, будет достаточно сделать сложно и как бы зачем. Ну, то есть, какой-то необходимости в этом нет. Сейчас есть, опять же, технологии развиваются и есть уже технологии, которая даже зарелизена, то есть, она работает, ней можно пользоваться, она вкручена в это все, которое называется WebAssembly. То есть, и там у нас есть возможность написать, допустим, что-то на C++ либо на Java, к примеру, это что-то куда-то соберется и будет работать в браузере типа как бы нативно. Но это все немножко сложные, тонкие материи, опять же, если короткий ответ, то просто это никому не надо. И нам с вами тоже, и как пользователям, и как разработчикам. Потому что эти эксперименты, скорее всего, ни к чему хорошему не приведут. Давайте я про английский отдельно расскажу. Два слова со своей стороны буквально. Короткий ответ, английский нужен элементарно, потому что вам просто будет легче и быстрее учиться. Так как, даже дело не в том, что сама по себе технология изначально пришла до запада, то есть она на английском. Даже сами многие конструкции, это просто английские слова. Если вы знаете значение этих слов, вы примерно понимаете вообще, что происходит даже просто в коде. Ну и более важный момент, то что просто так как язык у нас является де-факто международным языком, и многие разработчики, в том числе, владеют как вторым языком, либо третьим, то у нас просто тупо больше информации, доступной по той или иной технологии на английском. Соответственно, ответ вы найдете быстрее и возможно будет более точный. Плюс литература издается на английском изначально, ну и так далее. То есть у вас просто будет работа эффективнее. Но это не означает, что вы не можете начать и попробовать вообще не зная английского. Просто, ну вам все равно придется рано или поздно свой английский подтянуть либо изучить. Потому что работать без английского будет сложно. Изначально найти работу, а потом в процессе работать. Так, давайте еще два вопроса. Какой же вопрос отношения математики. Если вы математики, только стоит или сразу? На самом деле это хороший вопрос, так как сразу. Потом тройка, еще половина ушла, да, и все, как бы на этом у нас разработка закончилась. Вопрос на самом деле правильный, потому что в принципе, когда ты смотришь со стороны на это все, то первое, что приходит в голову, программирование, ага, там математика, может быть еще физика, еще какие-то точные науки, ну его в баню. Пойду я, в общем, не знаю, чем заниматься, но не этим. А на самом деле математика, скажем так, если у вас есть математический бэкграунд, то есть образование, там, сами изучали, математическая школа, неважно, оно вам, скорее всего, поможет, потому что, если вы там выжили, то у вас уже в определенную область отформатирован мозг. Да, то есть вам какие-то вещи, возможно, будут даваться легче и так далее. Но в общем случае, вам здесь математика понадобится крайне редко, то есть для этого есть какие-то специфические задачи, там, где это может понадобиться, но это там, я не возьмусь говорить про проценты, ну, короче, в повседневной работе нечасто. То есть я, допустим, в своей работе очень редко использовал математику, просто потому что у меня таких задач не было. Когда она возникала, я просто лез в Google, вспоминал там что-то по школьной программе, что-то доучивал, ну и так далее. То есть когда мы уже умеем учиться, а здесь вам придется по-любому уметь учиться, иначе ничего не получится. Вам каждый день нужно доучивать, переучивать, либо учить что-то новое. То мы как бы справимся. Если же вы хотите разрабатывать, допустим, компьютерные игры, то есть писать сами свои физические движки, то там без математики никуда, но не только без математики. Так как если вы собираетесь описать сами физическую модель какого-то мира, то, ну извините, у вас ничего не получится, если вы не знаете всех этих вещей из реального мира. Да, если же вы туда лезть не хотите и в какие-то сложные такие задачи, связанные вот именно с вычислениями, то без проблем, как бы, ну не знание математики вам ничего, никаких проблем у вас не возникнет. Вот если начинать некоторые символы, у вас есть разные программы, тренировка, писание сайтов. Вот есть определенные, надо найти, например, сначала на жалоб, а потом писание сайтов, допустим, чтобы выбирать. Можно начать, например. Это вы так будете очень долго выбирать, если вы прям реально все попробуете по курсам, да? В принципе, вот это мероприятие для этого и предназначено, чтобы дать общую картинку, то, что общее есть, как оно, про что оно и так далее. Смотрите, если мы говорим конкретно про фронтенд, то это то, что я писал. HTML, CSS, потом JavaScript. Если мы говорим про тестирование, то вам сегодня, если я правильно помню, расскажут. Про backend тоже будет, ну, про дизайн логично, вам нужно идти на дизайн, а не на фронтенд, если вы хотите заниматься дизайном. Поэтому я бы вам рекомендовал вот сейчас послушать. Смотрите, не-не-не, это немножко неправильный путь, потому что если вы начнете с Java, потом захотите учить фронтенд, во-первых, опять же, вы будете очень долго это все учить, и так ничего не начнете делать. А во-вторых, тут лучше немножко посмотреть со стороны, как это все выглядит, и понять, что вам, ну, скажем так, хотя бы вот на глаз больше нравится. Потому что, опять же, если вы хотите рисовать интерфейс, то есть передумывать, создавать, то вам не нужно идти на Java, ну, потому что это про другое. Если вам, в принципе, нормально видеть вот эти макаронины кода, вас это не в ступор, вас не вгоняет, да, либо в приступ эпилепсии, то можно попробовать, потому что вам придется каждый день с этим сталкиваться. Крутить себе мозги, что-то там писать, вот это смотреть, ну, и так далее. Поэтому короткий ответ, если вы, в принципе, хотите попробовать себя, к примеру, во фронтенде, то вы вот выделите себе, к примеру, одни выходные, два дня, и попытайтесь хотя бы по полдня, типа два дня, посмотреть какие-то базовые уроки на том же YouTube, либо еще на каких-то сервисах, да, просто напишите там фронтенд, видение, типа того, вам сразу вывалится целая куча всего. Если вы справились за эти два дня более-менее, да, опять же, не убежали плакать в подушку, либо там просто не выкинули свой компьютер, то можете потом уже попробовать там, ну, учить дальше, короче. Вот как-то так. Так, давайте поблагодарим Костя. Спасибо большое. Спасибо. ПОДПИШИСЬ! Спасибо. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...